Крабы Это собирательное название двух групп животных, настоящих крабов и крабоидов, которые отличаются по числу конечностей. В первом случае на виду остается 10 ног, во втором – 8. У крабоидов две ноги спрятаны под панцирем. Эволюционные пути настоящих крабов и крабоидов разошлись миллионы лет назад. В Приморском океанариуме в одном аквариуме обитают представители обеих групп – краб-стригун и камчатский краб. Камчатский краб Несмотря на название, камчатские крабы на самом деле не крабы, а крабоиды – ближайшие родственники раков-отшельников. Камчатский краб живет порядка 15-18 лет, но встречаются особи, которые доживают до 25 лет. Сила сжатия клешней камчатского краба до 150 килограммов на квадратный сантиметр, а размах конечностей достигает полутора метров. Панцирь камчатского краба покрыт короткими шипами, при этом у молодых особей эти шипы длиннее. Обитает камчатский краб в северной части Тихого океана. Воду он предпочитает по человеческим меркам холодную – от 2 до 7 градусов. Но некоторое время может переносить температуры от минус 2 до плюс 18 градусов. Камчатский краб – путешественник. Он предпринимает миграции по самым разным поводам – в поисках комфортной температуры, новых кормовых полей или гонимый инстинктом продолжения рода. Эти миграции совершаются группами и из года в год проходят по повторяющимся маршрутам. Скорость передвижения невелика – 2-3 километра в сутки. Осенью камчатский краб уходит на зимовку на глубины до 220 метров. Во время миграции и зимовок самцы держатся отдельно от самок. Встречаются они раз в году весной на мелководье. Перед спариванием самец удерживает самку за клешни в течение 3-7 дней до тех пор, пока самка не перелиняет. При этом самец помогает ей избавиться от старого карпатца. После спаривания икринки прикрепляются к брюшным ногам самки, которыми она постоянно шевелит, омывая икринки свежей водой. Одна самка откладывает от 100 до 500 тысяч икринок. Вынашивание икринок длится до 11,5 месяцев. Все это время самка держится на мелководье. Следующей весной личинки выходят из яиц, а самки продолжают свой путь. Краб-стригун Название свое стригуны получили за то, что имеют длинные тонкие пальцы на клешнях, напоминающие ножницы. У стригуна, в отличие от камчатского краба, на панцире нет острых шипов, поэтому его молоть уязвима и становится жертвой трески, ментая, палтусов, бычков. Несмотря на это, численность краба очень велика. Настоящее царство стригунов – Анадреский залив, где скапливаются несколько сотен миллионов этих десятиногих. Благодаря тому, что взрослые крабы могут жить на разных глубинах, стригуны распространились очень широко в северной части Тихого океана. Есть крабы-стригуны и в заливе Петра Великого. Крабы-стригуны также относятся к долгожителям. Они доживают до 15 лет. В этом возрасте они достигают размеров 80-90 сантиметров и весят около 2 килограммов. Но для того, чтобы краб стал таким гигантом, нужны благоприятные условия. И это все относится только к самцам. Самкам с их размером и продолжительностью жизни повезло меньше. Максимальный вес женских особей – 200 граммов, а живут они не больше трех лет.